Алексей Табалов, исполнитель директор школы призывника сейчас с нами на прямой связи. Очень интересный эксперт сегодня. Алексей, здравствуйте, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот есть сейчас такая информация, что продолжается скрытая мобилизация в Российской Федерации. И вот последние наборы были как раз добробатов, так называемых, в Московской и Ленинградской областях. Скажите, пожалуйста, насколько вам известно успехи этого мероприятия, или же москвичи и ленинградцы не хотят идти умирать в Украину? Ну, надо понимать, что я не сижу на этих сборных пунктах, где набирают этих добровольцев. Поэтому, собственно, мне об успехе или неуспехе этой операции ничего не известно. Но по косвенным признакам можно сказать, что в России еще достаточно желающих пройти и служить контракты по добровольцам. И компания по их набору продолжается в России. Слушайте, я насколько знаю, у вас есть информация о том, что российские железные дороги также объявили свою мобилизацию. Что это за процесс? Поделитесь, пожалуйста. Впервые, честно говоря, о таком слышали. Ну, я не понимаю, почему это у всех вызывает такой ажиотаж и удивление. Мы уже давно принимаем сигналы и видим свидетельства того, что госкорпорации, крупные госкомпании, а РЖД это крупные госкомпании, да, просто крупнейшие предприятия страны, которые находятся в частных руках, но, тем не менее, их собственники находятся под влиянием Кребля. На всех на них проходит агитационная кампания по вербовке контрактников. И РЖД не исключение страны, если бы к ним не пришли. Тем более, что если посмотреть, то в РЖД идут люди, которые когда-то отслужили в армии, то есть достаточно с каким-то бэкграундом военным, да. И да, вот на днях мне прислали внутренний циркуляр, который говорит о развертывании в компании, якобы развертывании в компании, вот такой агитационной кампании по набору контрактников или добровольцев, да. Но, тем не менее, в документе сказано, что никого насильно не принуждать, но и не обговаривать. То есть, как бы, дан приказ свыше, будем в рамках него действовать, но больше никаких особых специальных мер принимать не будем. Ну, так я это трактую. Ну да, мы понимаем, что в документе, в распоряжении может быть одна информация, но, по сути, вербовка может происходить разными образами, правильно мы понимаем? Ну да, конечно, но не нужно забывать, что все-таки 10 тысяч человек, человек, о котором говорится в письме, это достаточно большая цифра для самой компании, и оставлять пробелы в кадровом персонале, это для нее тоже проблема, по большому счету. И поэтому я думаю, что, ну, кто изъявит желание, тех, конечно, задерживать не будут. А специально кого-то гнать, я думаю, тоже не будет. Появлялась информация о том, как в ЧВК «Вагнер» уже абсолютно наплевали на любые стандарты боевой подготовки, и вот зэков удалось им завербовать около тысячи человек. А тут, слушайте, в 10 раз больше на РЖД вешают. Есть ли какие-то данные, как сейчас происходит эта агитация? Получается ли у них выполнить план или нет? 10 тысяч – действительно большая группировка. Я не знаю, но РЖД – это такая вертикально интегрированная компания, которая из подразделения в каждом федеральных округах России, и децентрализованная, собственно говоря, руководство. Поэтому я думаю, что в этом проблем не будет с точки зрения администрирования этого процесса. Успешно или неуспешно, я думаю, время покажет. Если отсчитывать время от того, что недавно мне эту информацию прислали, я думаю, что эта компания только началась. Ну и поэтому пока у нас правозащитникам от железнодорожников никаких обращений не поступало. Хорошо. Насколько нам известно, вы сделали школу призывника, так называемую. Объясните, пожалуйста, в чем суть ее деятельности. И, насколько мы понимаем, то там идет помощь некая для тех, кто не хочет приезжать в Украину воевать и принимать участие в этой незаконной войне. Расскажите, как это помогает россиянам, и вот действительно, чем вы можете помочь этим людям? Ну, мы создали свою школу призывника достаточно давно, в 2009 году. И главной целью создания была защита прав граждан, которые поступают на военную службу по призыву, то есть призывникам. И всегда мы работали только с призывниками, не с военнослужащими. В этом году мы начали работать и с военнослужащими, и работаем с ними только по одному вопросу. Это досрочное прекращение военной службы и разрыв контракта для тех, кто не хочет дальше продолжать участвовать в войне, кто хочет вернуться с нее домой. И мы считаем, что помощь каждому военнослужащему, который хочет вернуться домой, это помощь Украине, в том смысле, что каждый возвращенный солдат – это капля в море, так скажем, когда война может быть быстрее прекращена. Алексей, мы знаем, что очень многих, кто не хочет воевать, вот в том числе сейчас хочет закончить свою службу в Херсоне, понимая, что деоккупация Херсона неизбежна вооруженными силами Украины. Их даже по ту сторону Днепра не выпускают. Якобы приказ был держать Херсон до последнего. Скажите, вот что вы таким людям объясняете? И вот есть ли такие случаи, что они просто не могут физически, даже если хотят расторгнуть контракт, хотят отказаться от войны дальше, или же у них контракт закончился, они не могут этого сделать? Расскажите об этом. Да, есть, конечно. То есть проблемы, которые… Если мы начнем вспоминать процесс, вот после первого месяца войны, так скажем, когда появились первые отказники, у них больших проблем с отказом от военной службы не было, да? Им высказывались устно какие-то угрозы, но тем не менее, все они достаточно свободно покидали территорию Украины, возвращались территорию России и свободно расторгали свои контакты. Сейчас, видимо, масштаб бегства или масштаб отказа от военной службы достиг таких пределов, что это создает проблему для российского министерства обороны, и уже оно в лице командования, старшего, низшего, не знаю, какого еще, чинить всевозможные препятствия для таких отказников, чтобы они покидали места службы, так скажем. Да, ну и мы вспомним тут сразу историю с Брянкой, так называемый Центр психологической реабилитации военнослужащих, который как раз был создан для того, чтобы ломать, собирать и ломать вот этих отказников, чтобы возвращать их на фронт. Но благодаря публичным усилиям, родителей, правозащитников, в СМИ этот лагерь вроде бы как закрыли, но что вместо него там происходит, нам пока еще неизвестно. Алексей, ну вот вы, может, какой-то историей поделитесь или рассказом, понятно, без раскрытия данных этого солдата, который вам говорил, что вот почему его не могут отпустить назад, каким образом эти угрозы звучат или какие аргументы звучат. Возможно, семье угрожают, возможно, говорят, что у него будущего не будет. Ну вот как это происходит? Нам интересно понять этимологию этого процесса. Это банальщина, то есть сначала либо просто не принимают рапорта, расторжение контрактов, либо сразу начинают угрожать, что мы у тебя оружие не примем, а нужно понимать, что с оружием нельзя возвратиться в постоянную дислокацию на территории России, нужно его обязательно сдать, а сдать не получается, и таким образом задерживают в местах службы на оккупированных территориях. Кроме того, ну просто высказываются угрозы, что ты сейчас развернешься, мы тебе в спину выстрелим, что уголовку получишь, что тебя там сейчас на фронт. Ну, были случаи, когда вот, кстати, с этой вариантой, когда военнослужащих просто после психологического, физического воздействия, просто без обмундирования, без оружия отправляли на передовую, там оставляли, ну, кто там по смекалисти выживет, убежит, кто нет, кто... Ну, вот так вот. Понятно, но вы ведь говорите тем клиентам или людям, которые обращаются к вам за помощью, о том, что это блеф, и они имеют все-таки право отказаться от участия в военных действиях и вернуться на родину. Правильно я вас понимаю? Конечно, мы говорим об этом. Конечно, мы говорим об этом, и это наша главная задача, чтобы таких людей было больше. Ну, нужно понимать, что почему-то у российских военнослужащих страх перед командованием гораздо больше, чем страх быть убитым на войну. Ну, это такой вот парадокс. И ничего с этим сделать особо нельзя. Да, ну, будем надеяться... Иногда воздействуем, иногда воздействуем через... привлекаем к нашей работе родителей, которые к нам обращаются. Но с родителями тоже достаточно все сложно. У них тоже не сразу идет изменение этой ситуации с войной. То есть есть люди, которые до сих пор ее поддерживают, а есть люди, которые ее поддерживают, но в результате того, что происходило с их близкими, они, конечно, меняли свое мировоззрение, отношение к войне. Оно, это отношение меняется, но не так быстро и не так массово, как бы хотелось. Да, спасибо вам. Очень тонкий такой фронт, очень тонкая работа, которую никто не видит, но тем не менее она очень важна. И вы как раз ее проделываете. Алексей Табалов, исполнительный директор школы призывника, был на канале Freedom. Спасибо вам.